В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город новости по Выборгске». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. В начале коротко о некоторых темах выпуска. В Москве прошел день Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о достижениях 47-го региона на выставке в форуме «Россия на ВДНХ». В поселке Гончарова появилась своя елка желаний. Она исполняет мечты тех, кто успешен в учебе и активен в общественной жизни. Подарки участникам СВО. В составе гуманитарного груза, красочные открытки с пожеланиями и символы наступающего года. Новый лор приступил к работе в городской поликлинике. Об этом и не только рассказал главврач Выборгской межрайонной больницы. Вместе с Дедом Морозом украсили елку и повеселились. Участники новогоднего конкурса получили награды. Основные достижения 47-го региона представили на площадке международной выставки форума «Россия на ВДНХ» в Москве. День Ленинградской области открыл губернатор Александр Дрозденко. Творческие коллективы и студенты областного колледжа культуры и искусства подготовили для гостей яркие концертные номера. На форуме прошло подписание соглашений и открытие регионального координационного центра, а также дискуссия о развитии туризма и науки. Глава региона отметил, что сегодня Ленобласть входит в десятку самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. А по наполняемости портфеля инвестиций на ближайшие несколько лет занимает первое место. Также область гордится своей историей, природными красотами, духовностью и современными достижениями. Задача одна сегодня у нас сделать так, чтобы каждый, кто приезжает в Ленинградскую область, хотел в нее еще раз вернуться. Чтобы люди хотели приехать и посмотреть наши красоты, нашу историю. Ну а самое главное, чтобы люди гордились тем, что они живут в нашей Ленинградской области. Хотелось, чтобы люди говорили так, я живу и работаю в самой лучшей области в России. Хотя все области, все субъекты Российской Федерации прекрасно и выставка об этом говорит. Мы действительно совершили большой качественный скачок за последние 20 лет. Страна просто изменилась. Страной мы гордимся. Мы гордимся нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. И мы гордимся тем, что каждый регион может сегодня показать себя во всей красе. Рядом со стендом Ленинградской области гости могли пообщаться со знаменитыми спортсменами. Побывать на мастер-классах от местных мастеров декоративно-прикладного творчества. Послушать лекции и стать участниками розыгрыша путешествия по серебряному ожерелью России. Губернатор Александр Дрозденко задержался у елки желаний. Он снял с волшебного дерева сразу три шара. И теперь выступит в роли новогоднего волшебника для двух девочек и мальчика. Общаясь с журналистами, глава региона в числе прочего рассказал о цифровизации. Задача на будущий год – стопроцентный переход на цифру в сферах социальной защиты, образования, здравоохранения. Мы уже внедряем искусственный интеллект, здравоохранение. И, конечно, задача такова, чтобы любой житель Ленинградской области, в какое бы учреждение здравоохранение не прошло, автоматом врач мог получить все данные о пациенте. И мог точно так же автоматом выписать рецепт, который в цифровом виде тут же будет быть у человека организован в аптете. То есть полная цифровизация. В рамках Дня Ленобласти Александр Дрозденко презентовал также спортивные, гастрономические и культурные достижения. Напомним, форум России продолжит работу до апреля будущего года. Промышленники Выборгского района оказывают гуманитарную помощь участникам СВО. В ходе заседания районного совета директоров производственной сферы руководители птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов и СПК «Рябовский» Магомед Рамазанов получили из рук главы районной администрации благодарственные письма. По словам Валерия Савинова, совместными усилиями органов местного самоуправления и совета директоров удается эффективно поддерживать жителей района и наших военнослужащих. Задачи хочу сказать. Особое спасибо всем вам, кто участвует и в поддержке защитников, участников СВО, родных, близких, коллег с ваших предприятий, в целом по району. Это очень важно. Мы сегодня можем сказать честно, откровенно, что это важно. Мы должным образом поддерживаем, обеспечиваем и уверены, что когда ребята вернутся как можно скорее, мы их ждем, проблемных вопросов не будет. Мы их трудоустроим, мы им предоставим социальные темиры поддержки, которые необходимы. Где-то можем переобучить. Для этого все у нас есть в городе и районе. И предприятия, которые вы возглавляете, также готовы принять на работу наших ребят. Промышленный комплекс остается основной доходообразующей отраслью экономики Выборгского района. Об этом в своем докладе о предварительных итогах социально-экономического развития рассказала председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова. По ее словам, за последние 9 месяцев оборот организации всех видов экономической деятельности превысил 233 миллиарда рублей. Выросли показатели в части налоговых отчислений. По данным налоговой инспекции Российской Федерации по Ленинградской области в Выборгском районе, за 9 месяцев 2023 года бюджетную систему РФС территории нашего района поступило более 17 миллиардов рублей налогов сборок иных обязательных платежей. Что уже по диаграмме красный это 23, синий 22. Уже видно, что мы превысили показатели прошлого года. Также в ходе заседания пополнили состав Совета директоров производственной сферы. Единогласным решением была утверждена кандидатура руководителя племенных хозяйств СПК Поляна и СПК Рябовский. Магомеда Рамазанова. Выборгский район своих не бросает. В преддверии Нового года для участников СВО собрали очередную партию гуманитарной помощи. Чем порадуют земляков, находящихся на линии фронта, выяснили наши корреспонденты. В зону проведения специальной военной операции уехал очередной гуманитарный груз. Фонд «Выборский рубеж» совместно с администрацией, депутатами и неравнодушными людьми собрал необходимые вещи, медикаменты, строительные материалы, продукты питания и многое другое. Всего почти 600 коробок. Не за горами Новый год, чтобы порадовать бойцов. На линию фронта отправили также сладкие подарки и сюрпризы от детей. За все это, конечно, мы очень признательны как администрации, так и депутатам, и предпринимателям нашего района, ну и, конечно, жителям города, кто не проходит стороной, не проходит мимо, помогают нам, верят в нас, в наш фонд и верят нашим ребятам. Также хотелось бы еще добавить, что в этот КАМАЗ у нас уезжают личные посылки для отцов. Детки сами паковали эти коробки, разрисовывали коробки и писали папам письма. Много писем и рисунков принесли из Выборгской епархии, школ и детских садов. Дорогой солдат, мы дети группы «Карапуза» из детского сада номер 35 города Выборга. Хотим поздравить тебя с Новым годом 2024. Желаем тебе здоровья и выдержки, справляться со всеми трудностями на ура. Желаем тебе вернуться домой здоровым и невредимым. Приезжая на родную землю в отпуск, участники СВО заглядывают и сюда, в пункт сбора и отправки гуманитарных грузов. Помогают в погрузке КАМАЗов, делятся новостями и благодарят земляков за помощь и поддержку. Выражаем глубокую благодарность Выборгу, Выборгскому району, неравнодушным людям, администрации города, Выборгскому рубежу за активную поддержку. Необходимы вещи, которые нам присылают, нужны нам теплые вещи, бензогенераторы, блиндажные свечи, лопаты и так далее, гвозди, саморезы. Все это необходимо на линии фронта. Особенно приятно отмечает боец получать весточки из дома, детские рисунки, милые вещицы. Вот, к примеру, к этой отправке рукодельницы сделали мягкие игрушки-талисманы. Вот Выборги девушка Дарья плетет вот таких вот чебурашек, мишек. Мне достался чебурашка, поедет со мной на линию фронта, будет продолжать со мной боевые действия, ездить со мной будет на машинках грузовых. Будет везде со мной. Обязательно пришлю видео, когда появится со мной на передовой. В этом году гуманитарные грузы в зону проведения СВО Выборгский район отправлял каждый месяц. Все это, несомненно, помогло нашим военнослужащим. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Новый год – время приятных сюрпризов и исполнения заветных желаний. С особым нетерпением ждут этот праздник дети. Для юных жителей гончаровского поселения время чудес уже настало. В этом убедилась наш корреспондент Полина Сорокина. Гончаровский дом культуры наполнился звонкими детскими голосами. Для маленьких гостей здесь устроили настоящий праздник с сюрпризами и подарками. Первыми их получили дети участников СВО. Таких в поселке 35 человек. Ребятам рассказали. Их отцы позаботились о том, чтобы новогодний волшебник исполнил желание. Они нашли возможность дозвониться до Деда Мороза и попросить его подарить подарки их сыновьям, их дочерям. Исполнили в этот день мечты еще четверых юных жителей поселка. В течение года они активно участвовали в жизни школы, демонстрировали успехи в учебе и получили право повесить шары на елку желаний. В поселении такая акция проводится впервые. Чем больше детей будет активно заниматься общественной работой, заниматься, хорошо учиться, самое главное, соответственно, будем увеличивать количество желаний детей. У Екатерины Целинской из Гончаровской школы есть хобби. Она увлекается изготовлением красивых вещей из эпоксидной смолы. Поэтому ее желанием было получить в подарок от Деда Мороза именно этот материал. Творчество очень хорошее, то, что из него можно делать всякие разные украшения, к тому примеру, самые сережки, кольца и браслеты. Еще одним подарком для ребят, пришедших на праздник, стал новогодний спектакль. Но и на этом сюрпризы для детей не заканчиваются. Администрация Гончаровского поселения примет участие в районной акции «Елка желаний». На этот раз Дед Мороз исполнит мечты ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Марафон добра продолжается. Полина Сорокина, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Люди с горячими сердцами. Итоги года подвели выборгские добровольцы. Торжественная церемония награждения состоялась в Центре поддержки предпринимательства. Выразить свою признательность волонтерам приехал глава районной администрации Валерий Савинов. У нас на территории Выборгского района 26 добровольческих волонтерских формирований разной направленности. Это более 1600 человек. Это действительно очень много и хорошо, потому что в каждой сфере мы видим, что такая подвижность существует. И все люди, которые получают эту помощь, нам говорят спасибо не только сегодня, а всегда. Волонтерские клубы работают в школах, вузах и на предприятиях. Они бывают самой разной направленности. Патриотические, экологические, творческие, спортивные и другие. В ходе встречи были названы имена добровольцев, удостоенных в этом году звания лучших. Более сотни выборгских активистов получили благодарственные письма губернатора Ленинградской области. Поздравили их также председатель районного комитета спорта, культуры и молодежной политики Владимир Долгих и директор Дома молодежи Владимир Югай. Нарядим елку вместе. В культурно-досуговом центре Выборга подвели итоги творческого конкурса. Педагоги предложили воспитанникам своими руками изготовить новогодние игрушки, которые украсят деревья в парке у Дворца культуры. Все участники получили подарки от Деда Мороза. Третье место и приз зрительских симпатий присудили вот этому дракону из Мишуры. На втором месте еще один символ наступающего года. Лучшими были названы игрушки, созданные Георгием Ивановым, рождественская звезда, хит любви и волшебный единорог. Держитесь, с Новым годом! После награждения участники вместе украшали елку эксклюзивными игрушками. Наши елки все знают, они стоят у нас перед Дворцом культуры, поэтому мы решили, что их надо нарядить. Начинается 2024 год. Год объявлен президентом, годом семьи. Но для нас семейные ценности, они важны всегда. И в этом году мы тоже большое внимание, естественно, уделяли семье. Этот конкурс объединяет родителей и детей, что для нас является самой важной задачей. Если вдруг у вас в душе еще нет ощущения праздника, попробуйте нарядить елку. Это наверняка поднимет вам настроение. Во всяком случае, у участников конкурса это получилось. Новые медики приходят на работу в государственные учреждения здравоохранения Выборгского района. И хотя кадровый дефицит понемногу восполняется, больницы и поликлиники по-прежнему остро нуждаются во врачах. Об этом говорили и на недавней встрече главврача межрайонной больницы Олега Карасева с жителями советского городского поселения. Тему продолжит Людмила Перминова. Екатерина Военкова – новый лор-врач Выборгской городской поликлиники. Два года назад девушка из поселка Пруды Каменогорского поселения окончила медицинский университет. В 2023-м – ординатуру. Обучение проходило по целевому направлению межрайонной больницы. Эта специальность всегда важная, всегда нужная. То есть большинство пациентов, которые обращаются за медицинской помощью, – это именно больные лор-патологии. Решила взять направление в городе Выборге, чтобы потом здесь и остаться. Должна отработать три года, но я думаю, что я задержусь и надолго. Такие планы Екатерина строит не случайно. Коллектив учреждения и пациенты приняли ее тепло. Ведь специалист она хоть и молодой, но грамотный, говорят коллеги. Ставить диагнозы более точно доктору с недавних пор помогает современное оборудование – лор-комбайн. С его помощью проводят и лечебные, и диагностические процедуры. К лечебным мероприятиям относятся промывание лакун необдых миндалин при хроническом танзелите, вымывание серных пробок, а также консервативное лечение синуситов. К диагностическим манипуляциям относится эндоскопическое исследование лор-органов, которое мы сейчас проводим в полном объеме. Мы теперь более качественно можем вести свой прием и более точно ставить диагнозы. Теперь есть возможность делать именно эндоскопическое исследование. Один раз в неделю Екатерина Военкова ведет приемы в поликлинике поселка Советского. Об этом местным жителям рассказал главный врач Выборгской межрайонной больницы. Также Олег Карасев сообщил, что еще один молодой специалист в ближайшем будущем начнет работать фельдшером в Дятлово. Этот поселок входит в состав советского городского поселения. Сейчас девушка заканчивает обучение. По-прежнему больницы не хватает офтальмологов и хирургов. Претендентов на вакантные места ищут буквально по всей стране. На сегодня около 60 приезжих врачей снимают жилье в Выборгском районе. Учреждение частично компенсирует им арендную плату. Напомнил Олег Карасев и о том, что в уходящем году в поселке Советском открылся хоспис. В основном там находятся пациенты с онкологическими заболеваниями на последних стадиях. Мы постарались там собрать специалистов и именно средний медицинский персонал врачебный, те, которые могут так вот относиться к людям. Потому что понятно, что все мы, как говорится, смертные, никуда от этого не денешься. И вот последние вот эти часы, дни, часы, месяцы ухода, чтобы это было все достойно, чтобы люди не испытывали страданий, то есть максимально избавить их от страданий. Вот для этого это отделение построено было. Оно выглядит очень прилично, то есть там все условия созданы. Скрасить жизнь пациентов палеотивного отделения помогают и волонтеры, прихожане местного храма. Татьяна Сергеенко – одна из них. Я являюсь прихожанкой нашего храма, и батюшка, отец Павел нас вот так вдохновил. Мы просим именно, приходим туда, чтобы поговорить с людьми, чтобы кого-то успокоить, кого-то ободрить. И я так рада, что я туда хожу вот на самом деле от души, от чистого сердца. Сейчас я буду плакать, потому что хочется хоть какую-то внести свою лепту в облегчение их вот этих вот тяжелых дней. В наступающем году прилегающую к хоспису территорию планируют благоустроить. Ну а следующая встреча Олега Карасева с жителями Советского запланирована на февраль. Всего недели остается до главного праздника уходящего года. Больше всех его ждут, конечно, девчонки и мальчишки. Дети с нетерпением выглядывают в окно, не идут ли Дед Мороз и Снегурочка. Мечтают о мешке подарков и искренне радуются, когда сказка вырывается в их жизнь. С наступающим 2024 годом наших зрителей поздравляют юные выборжцы. Уважаемые родители, я от всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать вам, чтобы все заветные мечты сбывались. Счастье, взаимопонимание с близкими и удача во всех новых начинаниях. С Новым 2024 годом! Я искренне хочу поздравить всех вас с Новым Годом. Учителям нашей гимназии я желаю счастья, успехов, благополучия и процветания. Пусть этот год станет самым лучшим годом в вашей жизни. Всем же своим друзьям я хочу пожелать, чтобы исполнилось то, что запланировано. Запланировано и обязательно исполнили все мечты, которые вы будете желать в будущем. Я хочу, чтобы вы нашли свое счастье. С Новым Годом! Дорогие ученики нашей гимназии, с Новым Годом! Пусть он будет наполнен исключительно радостными, положительными эмоциями. Зимние каникулы будут приносить вам только радость и счастье. А я вам желаю счастья, благополучия и, конечно же, здоровья. Хочется пожелать всем родителям здоровья и любви. Вы приносите нам замечательные эмоции, радость, помогаете нам все время. За это я хочу сказать огромное спасибо. Также хочется поздравить абсолютно всех с Новым Годом. Пусть для нас он будет самым лучшим, самым запоминающимся, самым счастливым и удачным. Дорогие жители нашего города Выборга! Новый Год – это праздник исполнения желаний. Моя главная мечта – это благополучие и здоровье у всех людей. Хочу, чтобы у каждого из нас было мирное небо над головой, чтобы каждый смог обрести свое счастье и исполнить свои самые заветные мечты. С Новым Годом! На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями города вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова